Да, правда, похоже на храм гроба Господна в Иерусалиме. Как в моем детстве, бабушки на рынке торгуют укропом. Могу сказать, что работа проделана огромная. Серьезно, запах резины. А в манере с котлетой написано было, что это шниця. Пожертвование за посещение туалета 20 рублей. Она вот такой вот толщины, вот, вот. Привет! В этом видео расскажу о своей поездке в Новый Иерусалим. Это монастырь, который находится недалеко от города Истра. Путешествие началось на станции МЦД-2 Стрешнего. Так как я живу недалеко, добралась сюда пешком. Далее я села в электричку Чехов-Ново-Иерусалимская и поехала до Конечной. Также вы можете добраться на электричке Серпухов-Волоколамск. На ней я ехала обратно. Электрички ходят часто, но ознакомьтесь с расписанием заранее. Поездка заняла у меня 1 час 40 минут и стоила 178 рублей. Стоило бы, но я забыла отметить свою карту тройкой по приезду, поэтому карту мне заблокировали, и чтобы ее разблокировать, мне пришлось платить штраф. Поэтому не забывайте, и поездка обойдется вам всего-то в 178 рублей. Итак, я вышла на станции Ново-Иерусалимская, и далее мне нужно добраться до самого монастыря. В Ютубе подписывайтесь! А вы с другой стороны? Нет. Подписывайтесь! Ребята, кстати, дело говорят. Подписывайтесь, ваша активность помогает развитию моего канала. Я приехала на станцию Ново-Иерусалимская. Сейчас нахожусь вот здесь. И мне нужно проехать несколько остановок, 4, по-моему, до самого Ново-Иерусалимского монастыря. Погнали! Смотрите, какая тут красота! Прям вообще, как в моем детстве. Бабушки на рынке торгуют укропом и всем, что у них растет на огороде. Здравствуйте, а до монастыря доедем? Нет? Прямо доедем. А куда? Это вам надо куда дальше, на другую остановку. Ага, спасибо. Ребят, тут есть остановка вот рядом со станцией, но вы на нее не ходите. Это не та остановка. Нужно вот выйти тут на улицу. На улицу не помню какую. И там будет остановка, на которой останавливаются автобусы, которые идут до монастыря. Вот, похоже, это остановка. Она находится рядом с магазином «Хозмак», написано. Смотрите, тут какой стенд. Тропа паломника называется. Вот, от станции Ново-Иерусалимская можно пешочком до монастыря дойти. В общем, я решила воспользоваться этой тропой, иду пешком. Здесь около двух километров. Чем я не паломник? Пойдемте со мной, друзья. Я уже почти дошла до монастыря. И вот, кстати, здесь интересно сказать о том, что вот эта местность, она была немного изменена. Были изменены ее названия. Например, вот эта вот часть реки Истра называется теперь Иордан. Новый Иерусалим – это русская Палестина. Точнее сказать, это пространственный образ Святой Земли, созданный под Москвой по замыслу патриарха Никона. Монастырь основан в 1656 году, находится на холме, который называют Сионом. И все окрестные холмы тоже имеют свои названия из библейских текстов. Подробнее об этом читайте в интернете, ну, например, на сайте самого монастыря. А вообще место было построено для того, чтобы у верующих был свой храм, свой храм гроба Господня. Здесь, в Подмосковье. Надо сказать, что народу, ну, не очень много ходят люди, но так, чтобы вот прям какие-то топы были, нет. Сегодня воскресенье, здесь довольно-таки свободно, и день сегодня прекрасный. Вот, если честно, в другой день я бы еще подумала, быть ли мне паломником, идти ли мне пешком. А сегодня прохладно, 24-25 градусов, поэтому быть паломником очень комфортно. Что касается инфраструктуры, кафе-ху я здесь еще не нашла, но вот туалет имеется, пойду. Слушайте, вот это, конечно, очень интересно. Пожертвование за посещение туалета 20 рублей. Ну, блин, ребята, это спорно, если честно. Ну, все, стоимость 20 рублей, оплата была картой. Но, ребят, если честно, гораздо честнее было бы просто написать платный туалет. Для тех, кто приехал на автомобиле, тут прямо перед монастырем парковка. Я не знаю, платная или бесплатная. Может быть, даже платная, но места свободные есть. Сегодня воскресенье, поэтому сегодня, наверное, такой один из самых пиковых дней посещения. Ну вот, я подошла к монастырю, внутри еще не была. Кстати, интересно, что я здесь была много лет назад, и он был весь в лесах. Там шла огромная глобальная реконструкция. Я даже, по-моему, на телевидении снимала сюжет сюда и разговаривала с теми людьми, которые занимаются реставрацией. Они такие все были, ну, необычные люди, такие воцерковленные, воодушевленные. И я сейчас надеюсь, что... Я сейчас впервые увижу результат их работы, и я очень этого жду. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, конечно, выглядит он потрясающе. Просто великолепно. Могу сказать, что работа проделана огромная. Она удалась, на мой такой обывательский взгляд. Вот какой тут парк разбит еще. О, а тут плиты, смотрите, могильные, старинные, лежат как в музее. Музей такой под открытым небом. Музей такой под открытым небом. То есть, Евея с любого места выглядит потрясающе и замечательно. И эти облака еще такие фактурные сегодня. Вот тут прям по крепостной стене можно пройти. А-ля такие бойницы. И вид уже... О, как-то все глубоко. И вид уже наружу. Вот это вот бойница, да? Вот эта стена, она, ну, как вы понимаете, она наружу туда, да? На горок. Смотрите. Она просто... Вот, вот я зацепилась рукой. Смотрите. То есть, она вот такой вот толщины. Вот длина моей руки, она полностью туда проходит. И выходит снаружи, вот так вот. Мне нужно глубоко туда зайти. Видите? О, ничего себе, какие толстые стены. Метр. Я думаю, метр. Смотрите, кстати, какие маленькие, узенькие. Просто малюсенькие. Вот тут такая амбарная дверища. Смотрите, с таким крючком. Тут еще какая-то такая штука вниз. Тоже бойница такая. Амбразура, но она вниз почему-то. Тоже, может быть, для оружия, для какого-то специального. Чтобы никто по стене не карабкался. Ну, это такие мои предположения. Прошла в столовую. Стою за обедом. Так, вот что подают в монастырской тракции столовой. Добрый, дополнивая. Шевицерный смысл, шевицерный рис отварной. Ну что, суп вполне себе вкусный. Сейчас будем пробовать второе. Так, во второе. Обманули с котлетой. Написано было, что это шевицер. А это все-таки не шевицер. Потому что шевицер это цельное мясо. Слегка отбитое. А тут отбитое на всю голову. Кстати, если вам не хочется давать пожертвования 20 рублей за туалет. Вот и здесь трапезная, в которой мы только что поели. И здесь есть, вот видите, туалеты. Я надеюсь, они бесплатные. Пойдемте проверим, чтобы уж наверняка знать. Да, да, да. Тут бесплатно и свободно. Пообедала вот в этой трапезной. Поставила бы ей оценку где-то, ну, 4, 4, 3. Вот так вот. А вот там вот, вот там вот есть вареничная. И у нее оценка 3, 7. Это уже в Яндексе оценка такая есть. Поэтому вот сюда ходить и туда, наверное, не надо. Ребят, я, кстати, приняла решение некоторое время назад, что я не буду записывать вот какие-то исторические вставки про места, которые я посещаю, про то, где, кем, когда было построено это место. Я буду просто записывать о том, что посетить, что посмотреть, что может быть интересным, что, где, сколько стоит, как добраться. Вот, мне кажется, это более такая информативная, более полезная информация. А уж про историю места вы можете сами прочитать где угодно. И чтобы не ошибиться, чтобы не занимать ваше время, и чтобы не занимать эфир, я вот буду делать только то, что действительно полезно. Обзор. Вы будете знать, что вот в таком-то году вот такая путешественница была здесь. Вот она рассказала, как добраться, на чем она добралась, что можно поесть, что сколько стоит, что посетить, что в какое время работает. Вообще, я была в храме гроба Господня в Иерусалиме и могу сравнивать. И вот в чем увидела принципиальные различия. Во-первых, снаружи Иерусалимский храм со всех сторон примыкает к каким-то другим строениям, поэтому его формы теряются. Во-вторых, с потолка на кувуклию, так называют часовню, в которой находятся ложи, где лежало тело Христа, льется свет, так как купол ротонды Воскресенья застеклен. В нашем подмосковном случае он полностью закрыт. Да, правда, похоже на храм гроба Господня в Иерусалиме. Вот это вот, видите, потолок. Только там он полый и свет солнечный попадает, а здесь нет. И главная атмосфера. В Ново-Иерусалимском храме она более помпезная. В самом Иерусалиме все как-то проще и душевнее. Хотя я совсем не хочу сказать, что где-то лучше, а где-то хуже. Везде есть свои плюсы. Монастырь закрывается в 6. В это время охрана просит всех покинуть территорию. Ну что, ребята, 6 часов, нас загоняют отсюда. Вон уже пибикают. Выходим. Я приехала около 4 часов, провела 2 часа на территории и в храме, и этого вполне достаточно. Ну а теперь самое время спуститься к святому источнику. И, кстати, вы помните, что все места здесь имеют библейские названия. Так вот, источник находится в Гефсиманском саду, а называют его Силаамским. Это созвучно со знаменитой Силаамской купелью, которая находится рядом с Иерусалимом. Евангелие говорит о чуде исцеления слепорожденного, которому Христос помазал глаза глиной и сказал «Пойди умойся в купальне Силаама». Он пошел, умылся и пришел зрячим. Ну вот, друзья, говорила, что не буду ему никакую историческую справку давать, а все-таки что-то рассказала. Ладно, дам теперь полезную информацию. Родник доступен круглосуточно, поэтому подойти к нему вы можете в любое время. Поберем святой водички. Попробую сначала. Но, если честно, не очень вкусная, но холодная. Не очень вкусная, потому что я там чувствую какой-то химический запах. То ли трубы, то ли запах труб, то ли что. Серьезно, запах резюме есть. Спасибо большое, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, можете писать, о каких местах Подмосковья вам еще было бы интересно узнать от меня. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк. Я старалась.